Здравствуйте! Бигуди – предмет настолько же древний, насколько и вообще старого понятия – красоты. Первые достоверные упоминания бигуди встречаются в Древней Греции, когда прекрасные гречанки завивали волосы при помощи бесхитростных цилиндриков. Простое и находчивое изобретение позволяло сделать локоны любой формы. Правда, у бигуди начался период упадка довольно скоро. Уже в средние века люди решили вопрос с цветом, количеством волос и формой прически. И решили довольно радикально. Они просто изобрели парики и шиньоны. И после этого бигуди незаслуженно отправились на полку до изобретения электричества. Век электричества привел модницам и красавицам новую эру подъема. Теперь то, что ранее отнимало полдня, стало делом получаса. Красавицы легко вспомнили про бигуди, а мужчины сделали их электрическими. Несколько позже появились термобигуди. Они были тоже не очень удобны в использовании. Их надо было варить, а затем уже накручивать волосы. Стоило зазеваться или отвлечься, и все, бигуди были испорчены или же остывали. Или надо было все начинать заново. Современные же бигуди, как термо, так и обычные, куда удобнее своих предшественников. Да и вреда они не несут никакого. Благодаря тщательно продуманной конструкции и технологии использования, они практически не сушат волосы. В настоящее время у женщин очень много в арсенале различных видов бигуди. Есть, например, бигуди бумеранги. Они яркие и просты в использовании. По сути, это просто поролон вокруг проволочки. Есть также бигуди липучки, которые фиксируются при помощи небольших крючков на поверхности. Это крупные бигуди, и их нужно держать всю ночь. Зато эффект, особенно на тонких волосах, будет более заметен. Субтитры создавал DimaTorzok